Нет возможности решить эту проблему только гомеопатическими препаратами. То есть, конвенциональная медицина и гомеопатия по-прежнему части одной большой медицины. Безусловно. Это инструменты, которыми может пользоваться врач любой профессии, и я наблюдаю, что в Израиле многие врачи это используют, и чему я очень рада. Чем меньше проблем лекарства создают пациентам, а больше приносят им добра, тем лучше. Ольга, ты являешься детским врачом по образованию. У тебя есть более поздние специализации. Это семейная медицина, врач-терапевт. Терапевтом, семейным врачом. Ты одновременно опытный, с большим опытом врач-гомеопат. И вот ты сейчас живешь в стране, где мы на каждом шагу, чуть ли не каждый день слышим слово каннабис. Да. На каждом шагу мы слышим это слово. Мы уже знаем, что каннабис в наших странах, откуда мы приехали, назывался каннабля. Каннабля, да. Мы знаем, что в других странах он называется марихуана. Но мы знаем, что наши земские врачи использовали масло каннабли для того, чтобы снимать определенные проблемы, и болевой синдром, и эпилептические припадки. В Израиле очень давно провели, как и в Америке, и в других странах, было очень интересно понять действия препаратов каннабиса, что является. И определили, что есть лишь незначительная часть, там очень много содержится составляющих, я не хочу уходить в эту глубину, но лишь небольшой определенный элемент каннабиса является опьяняющим, наркотическим. Да, и если вы убираете это, то все остальное можно использовать для того, чтобы убирать, например, есть сложная система болевых приступов у наших пациентов, особенно страдающих с сахарным диабетом. Это фибромиалгия. В том числе. В том числе, да. При которой получены хорошие результаты при применении каннабиса, медицинского каннабиса, я хочу сказать. Это и после раковые, и после операционные больные. После операционные больные, и после раковые больные. Это очень много людей, у которых есть проблемы болевые. Я знаю, что есть очень много наблюдений использования этого препарата в психиатрии, потому что раньше использовали для лечения острых приступов и шизофрении, и эпилепсии. Поэтому, конечно, самое главное, что принцип, по которому готовятся эти препараты, это такой миопатический принцип. Это высокие разведения, которые используются в лекарственных спреях. Есть сейчас такое направление, постлингвальное применение препаратов. Вот, кстати, несколько концернов американских, несколько фирм, которые используют это качество каннабиса и готовят на его основе спрей-препараты, которые распределены, допустим, для лечения бессонниц, для контроля цикадного ритма у пациентов пожилого возраста, когда они страдают бессонницами. Это же лучше прыснуть, допустим, в рот, сделать несколько подвижек и получить быстрый эффект, потому что здесь очень активная область кровоснабжения, которая быстро всасывается. Мы знаем, что некоторые препараты, которые употребляются при глотании, попадании в кишечник, они инактивируются, и лишь незначительная часть их разбутает там. Поэтому это очень интересное направление, оно очень активно сейчас разрабатывается и внедряется. Я знаю, что в Израиле это используется очень активно. Как я думаю... Не только как наркотическое вещество, это еще и лечебное вещество. Когда мы говорим о том, что пожилые люди не могут уснуть, здесь работает не наркотик, здесь работает успокаивающий эффект этого препарата, когда он снимает тревожность, помогает уснуть, получить здоровый сон. Это большое дело для пожилого человека, у которого возникает такая старческая депрессия. Да, зачем старческая депрессия? Я слышу, что в женских консультациях рекомендуют женщинам, у которых переходной период сегодня использовать эти гомеопатические средства на основе переработанного каннабиса. Ну, не только, да. Не только, конечно. Отличается, конечно, это. Вообще, видите, природа наша богата, поэтому такое количество сейчас новых компонентов, которые внедряются в понятие биологическая медицина, и в том числе и каннабис. То есть, вернулись к каннабису. Видите, мы часто говорим, что все новое, хорошо забытое, старое. Это точно, да. Просто не было такой научной основы применения. И вы знаете, что наркотические составляющие в нашей жизни внесли очень много отрицательного. Поэтому, конечно, это вопрос такой... Следует побаиваться, да? Следует с осторожностью их применять. Я считаю, что, прежде всего, врач, который стоит на охране здоровья, конечно, врач, который должен принимать решение вместе с пациентом, нужно ему назначать это лечение или нет. Но то, что оно используется и активно исследовалось многие годы и стало применяться в Израиле, я считаю, что это хорошее направление. Не только в Израиле, во всем мире. Во всем мире. В Америке, в Англии, во Франции, в Германии это очень распространено. Да, и в русскоязычных странах тоже. Ну, в меньшей степени. Я знаю, что на сегодняшний день есть фирмы, и израильские, и американские фирмы, которые впереди планеты всей. Есть японские фирмы. Японские фирмы. По изготовлению препаратов на основе этого растения. Да, вот ты напомнил, есть такая My Daily Choice фирма, которая непосредственно вывела на рынок несколько таких спрей-препаратов, которые содержат небольшие такие добавки, синтезированные. Вот, которые используются и для контроля конгетивных связей, для улучшения памяти возрастных людей, для контроля давления, для контроля циркоидного ритма, то есть засыпания и так далее. Для обезболивания при таких синдромах хронических, фибромиологических болях. Это очень интересное направление. И я считаю, что во всем должен быть такой умеренный оптимизм. То есть понимание. Надо понимать, да, и, конечно же, в очень тесной связи работать с учеными, которые могут помогать, понимать, как будут работать препараты и какие последствия мы можем ожидать. Самое главное – предупредить отрицательные последствия. Продолжение следует...